Саша! Я extra ordinary talented person. Честно, да? Брошенка с прицепами. Срочно на аборт. Ты что, не ела свою плаценту? Топчу всех, кто меня бесит. Представляешь, ты сидишь с своим мужем, а ему на телефон, ты просто так заглядываешь, а там телочки голые шлют свои фотки. Ты рожаешь, как нелегал. Ой, сейчас заплачу. Это ложь. Это стопроцентная ложь. Так я не готова больше продолжать в таком духе. Всем привет! Меня зовут Катарина Кот, и я живу в Америке. И сегодня я буду для вас брать интервью у одного очень известного человека. И если вы до сих пор не догадались, кто это, то я вам дам одну маленькую подсказку. Солнышка в руках! Привет! Как я рада тебя видеть! А теперь можно обливаться с левой стороны сердцем в сердце. Welcome! Спасибо! Welcome to my house. Смотрите, какая красота! Мы сегодня снимаем интервью у Саши дома. Покажем, как она живет и расскажем. Пока все дома. Да? Сегодня формат «Пока все дома». Ты узнаешь меня из тысячи женщин, я тебя из миллиона мужчин, минутно. Я встречаю... Это что? Это с турмариком. Тоже, видишь, кафе инфри. Это имбирь. Пахнет, как будто немножко шоколадом. Фенхель. Турмарик. А, шоколад у меня был другой, но он закончился. Пока мы с тобой сейчас сделаем чай, прежде чем мы с тобой начнем разговаривать, Я тебе, знаешь, хотела задать самый первый вопрос. Давай представим, что есть люди, которые тебя не знают, которые не знают твою историю переезда сюда. Давай в двух словах просто расскажем, как ты переехала из России в Америку. Честно, когда меня спрашивают люди, Саша, к какой причине ты переехала в Америку, и если я им говорю настоящую причину, можно кучу говорить таких, ну, вымышленных. Здесь лучшее образование для детей, здесь больше свободы. Честно? Да. Мне просто задолбало то, что у меня колготки сзади заляпаны грязью. Ты идешь в ноябре в Москве, и у тебя постоянно ляпки, вот эти маленькие ляпки на колготках. Ты выходишь из пакетами из универмага, ставишь его в багажник, и у тебя вот здесь от бампера на светлых джинсах всечнут эти грязные следы. Я просто больше не могла так жить. Я, конечно, ожидала сейчас любого ответа, но ты прям удивила. По какой визе, по какой программе и как ты сюда перебралась? Сначала не было плана прям перебраться по какому-то, я не думала вообще о легальном статусе. Я, наверное, один из тех сумасшедших людей. Люди обычно как нормальные делают? Продумывают, какой легальный способ переехать. Потом копят подушку безопасности. Потом, не знаю, что-то там узнают, все продумывают. И потом, когда они уже постелили везде соломку, открыли там счета в банках, ну, не знаю, что-то там продумали, они собирают вещи. Я прилетела сюда без вещей. Я ничего не брала, я оставила весь свой дом, все свои там теплые вещи, ну, все. Какое это было время года? Я прилетела сюда в сентябре, 1 сентября. Это был такой символичный день, потому что 1 сентября все дети пошли в школу, а мы поехали в аэропорт Шереметьево на рейс СУ-106, он тогда, я так до сих пор помню, Москва-Лос-Анджелес. По какой вы визе сюда летели? Да по туристическому. Просто погулять. Мы летели по... Смотри, получилось так. Я прилетела, я получила детям визу в марте 2014 года. И 1 июня, в день защиты всех детей, мы решили прилететь в Лос-Анджелес на летние каникулы. Закончилась школа, мы полетели в ЛА. Мы провели здесь пол лета, до середины июля. И когда я вернулась, я спросила детей, дети вам понравилось в Лос-Анджелесе, они сказали, очень. Вот они. С этого момента началась моя великая депрессия. Это был очень смешной такой экспириенс. Я выкладывала в инстаграм свои видео, как я плачу ночами по Америке. На очень хреновом английском я такая... I can't sleep, I can't eat, I just wanna go back to Los Angeles. И ты решила, что надо переезжать назад, да? Я спросила своего мужа на тот момент законного. Я поджидала такой момент интересный, чтобы он вернулся откуда-то с гастролей из Китая. Я поехала, встретила его в аэропорт. И мы едем обратно. Он мне рассказал, как у него дела, как он слетал. Я говорю, слушай, у меня к тебе вопрос, очень такой важный, судьбоносный. Я хочу обратно в Лос-Анджелес. Мы вместе провели там поллета. Я говорю, я хочу обратно попробовать там пожить. Ну, так просто чисто месяца на два-три. Посмотреть вообще, как там осмотреться. Ты со мной? Он сказал, нет. Я, говорит, не поеду. Я его прекрасно понимаю. Он, как мужчина, сразу подсчитал у него. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту калькулятор. Что, во-первых, у него вся работа, бизнесы, гастроли, это Азия и Россия. Чтобы там ему летать оттуда и в Россию, и в Азию, намного в Америке сложнее. То есть деньги у него остановятся. У Саши запросы хорошие. Ну, я привыкла, я же, знаешь, ну, все-таки публичный человек. У меня всегда был уровень жизни. Ну, нормально, хороший. Ну, короче, он побоялся, надеясь, что если он скажет нет, то и жена скажет, ну, ладно, я с тобой. Но я оказалась с того маленького процента жен, которые... Хочу и сделаю. Да, которые не встают замужненной спиной, а которые сказали, а я поеду. Ну и все. Так мы переехали в 2014 году. Он мне тогда сказал, говорит, Саш, ну, раз ты уезжаешь и берешь на себя такую ответственность, то тогда я не беру на себя ответственность, что я буду сидеть и тебя тут ждать. Ты к этому готова? Я сказала, окей. То есть мне Лос-Анджелес был важнее, чем верность мужа. Ну, то есть, видимо, отношения были уже сломанные. И сохранять их особо уже не было смысла. Не хотелось, не особо так хотелось, поэтому я выбрала Лос-Анджелес вместо мужа. Это шикарный способ вот не ходить и не пить говняные чаи в ресторанах, в кафе. Ты просто просишь hot water, это бесплатно. Кидаешь туда свой чай. Я так люблю чай. Чай – это моя еда. Когда хочется есть, я пью чай. Ну, ароматный. И как бы мозг обманывается. Там столько вкусов разных, ему кажется, ой, я это поел, я это поел. На самом деле, ты просто попил. Угу. Вот. Смотри, какая красота, да. Все, идем наверх. Заварился наш прекрасный чай, и мы пока продолжим. Саша, насколько легко тебе далось это решение? Оно было такое важное в твоей жизни, и оно привело тебя к тому, что ты в итоге осталась в Лос-Анджелесе. Расскажи, как это? Ты знаешь, мой путь был, наверное, похож на такой путь принцессы из сказки. Потому что там на этом пути было столько, как, знаешь, ты когда в лабиринте заворачиваешь за угол, а там хоп, и новая история раскрывается. Ты вроде в этой истории там только-только прошел квест. Хоп, заворачиваешь, и тут оп, и новые условия. И игра поменялась, и правила поменялись, и уже новые драконы на тебя летят. Вот у меня был такой переезд. Сначала я ехала просто, замужняя дама, с двумя детьми. Ну, вроде как говорили с мужем, что окей, я лечу на три месяца просто побыть, а ты к нам каждые три-четыре недели будешь прилетать нас навещать. И проверять, как мы там. Как мне сказал тогда на тот момент мой бывший муж, он сказал, все равно ты там, ну, одна заскучаешь и вернешься, никуда не денешься. И, ну, так и порешили. Но прилетев в Лос-Анджелес, я поняла через какое-то время, что я беременна. Вау. Третьим ребенком. И для меня это был, ну, я не могу сказать, что я сомневалась хотя бы на одну секунду. Я очень хотела малыша, но вот так, наверное, при таких условиях, это вроде бы уже приняло решение, что ты не так уж в близких отношениях с мужем. И что вроде бы ты хочешь эмигрировать в другую страну, ты присматриваешься к ней. И тут как бы отягощающее обстоятельство в виде ребенка. И отношения твои с мужем как бы не самые уже стабильные. Потому что он там, а ты здесь. И, ну, я все равно хотела этого малыша. И для меня это был знак. Окей, этот малыш пришел для того, чтобы я пустила корни в Калифорнии. Все мои подружки, когда узнали о том, что я беременна, но я успела обзавестись каким-то кругом знакомых здесь, говорили, срочно на аборт. Какие дети? Ты что, Саша? Ты знаешь, что такое эмиграция? Это год страданий, год метаний, год душевного просто вот такого. И еще и беременность, и еще и одна. Ну ты чего? Ну для меня были слова их как мурашки по коже, такие нехорошие мурашки. У меня даже у самой сейчас мурашки пробежат. Для меня никогда не стоял, вот начиная с какого-то возраста, вопрос, ну избавляться от ребенка или нет. И я сказала нет. Этот мальчик, вернее, этот ребенок родится, и родится он в Калифорнии. Вот прям, не знаю. Все, я так решила. То есть 1 сентября я влетала по туристической визе, пожить здесь пару-тройку месяцев. Вернувшись в Россию через пару-тройку месяцев, уже беременная Левой, но это были только самые начальные недели, я спросила моего мужа, слушай, ты точно не полетишь с нами? Потому что я беременна, и у нас будет ребенок. Я знаю, что у нас очень плохие отношения, и к этому моменту он уже успел погулять. И я как бы уже понимаю, что отношения у нас не клеются, даже при наличии вот этого малыша. Он говорит, нет, я готов приезжать вот так вас навещать, как-то помогать насколько я могу. Это я сейчас рассказываю такими простыми словами, на самом деле, конечно, это было очень больно, очень эмоционально. Я очень много плакала, и, к сожалению, моя третья беременность Левой была самая сложная в плане эмоций. И Лева получился самым сложным в плане эмоций ребенком. Поэтому, пожалуйста, женщины, возьмите себе на заметку. В беременность как слон. Я ем, сплю и топчу всех, кто меня бесит. Сказала Тутту Ларсу. Саш, почему беременность с Левой была такая эмоционально тяжелая? Что самым сложным было? Ну, ты представляешь, ты сидишь с своим мужем, а ему на телефон, ты просто так заглядываешь, а там телочки голые шлют свои фотки. Я прилетаю в Россию, и я понимаю, что все. А я прилетела еще в декабре, в самую дресню, в самую плохую погоду. Декабрь был без снега, знаешь, не было вот этой шикарной русской зимы. И я понимаю, что я не могу здесь жить. Я тут же беру билеты в Таиланд. Но до отлета в Таиланд я успеваю доехать до американского посольства и поменять наши туристические визы на визы типа О3. О3 это семья О1, потому что у моего мужа на тот момент был статус О1. Он как у него была виза талантов. То есть он, в принципе, мог легко с вами поехать? Он мог вас туда завести, да? Вообще, конечно. Я потому и у него и спрашивала. У него была виза О1, он здесь выступал, у него были гастроли. Он входил в топ-100 лучших диджеев мира. Но вот он почему-то боялся. Ну, кстати, хорошо, что боялся, потому что сейчас у него карьера складывается даже еще более успешно. Совершенно в другой области, не в музыке. То есть он, в принципе, не прогадал и чувствовал, что в России ему нужно остаться, что он сейчас очень-очень богатый человек. И то есть получается, после этого я улетаю в Таиланд отдохнуть, просто поменять все свое мышление. В Таиланде я очень много плакала, но я беременна, я расстаюсь с мужем, принимаю большое решение глобальное уезжать одна с тремя детьми, один в животе в Америку. То есть это был тяжелый Таиланд такой, но в то же время очень красивый, красочный. И в феврале, то есть сейчас февраль, кстати, это было 8 лет назад, 2015 уже года, я влетаю в Америку уже по визе О3 и остаюсь здесь, по визе О3 ты можешь оставаться год. То есть у меня есть год придумать что-то. Шатко-валко, мы поддерживали наши отношения с моим бывшим мужем Димой до апреля, до мая. И в апреле-май произошел наш окончательный разрыв, он приехал ко мне, у нас был очень тяжелый разговор. И я прям помню, как сама, как я беременная, уже с большим пузом, бегу, сажаю его в такси, толкаю ему его чемодан, сама заказываю ему там билеты в Россию, я прям помню этот день, и он садится в такси, уезжает, я понимаю, знаешь, когда у тебя вот есть чувство, когда, ну, женщины очень интуитивные люди, и ты вот, когда-то другие моменты, я чувствовала, ну, мы еще увидимся, ну, мы еще поговорим, ну, мы что-то еще там подумаем. И вот тут я вижу это такси, уезжает в аэропорт, и я понимаю, это все. Это конец. И я помню, я прихожу, ой, сейчас заплачу. Ну, я прихожу в свою спальню, и я рыдала, и выла, и кусала подушку, я орала в голос, в голос просто ааааа. То есть я осталась полностью одна в новой стране на седьмом месяце беременности без каких-то... То есть, ну, мой У1 уехал, моя поддержка детская там с детьми уехала, то есть какой-то совет... Человек, все равно какой бы там муж не был, говнюк, все равно это какой-то твой совет, помощь, поддержка, мужская рука, она есть. Все равно он близкий человек, там были, как бы это ни было. Ты права. И он уехал, все. И я прям два дня дала себе выплакаться. Прям ушла на самое дно, ходила опухшая, вот такая страшная, не постила ни фоточки, ничего в Инстаграм. И все, и потом я начала, окей, я поняла, что надо грести самой. Вот как хочешь, выгребай. У тебя есть двое детей, у тебя на подходе третий, как лягушка, которая попала в катку со сметаной, греби лапами, Саша. И я начала грести. Первое, что я сделала, я позвонила миграционному адвокату, спросить, можно ли мою О3 визу поменять на О1. Для этого нужны были спонсоры, которые тебя приглашают на работу в Америке. Где-то час я разговаривала с миграционным адвокатом, я прям как сейчас помню, где я разговаривала. Как я была одета, каким ароматом от меня пахло. Я помню в деталях вот этот разговор. Час разговора с миграционным адвокатом, а это на тебе на секундочку, это лучший миграционный адвокат. Здесь в Лос-Анджелесе она ведет всех звезд, всех атлетов, всех спортсменов, всех известных людей. Она всем им делает, помогает. То есть это очень талантливый миграционный адвокат. И после разговора с ней в течение этого часа, я кладу трубку, и я с этим пузом начинаю прыгать по дому и говорить, я сама себе сделаю грин-карту. Мне не нужны никакие мужья. Я не должна ни от кого зависеть. Я сама по себе крутая. Мне не нужна виза. Мне можно сразу подаваться на грин-карту, потому что я extra ordinary talented person. Она меня убедила в том, что я супер талантливая, что у меня огромный прекрасный кейс, простой, элементарный. Ты просто соберешь, говорит, Саша, мне вот такие-то документы. И весь восьмой и девятый месяц беременности я укладывала детей спать. И всю ночь, потому что ночь в Лос-Анджелесе, день в Москве, я списывалась русское радио, Европа Плюс, MTV, Муз-ТВ со всеми программными директорами. Я всем рассылала письма с просьбой выслать мне документы, подтверждающие, что мои песни были на первых местах хит-парадов, что мои клипы занимали ведущие строчки там чартов годовых. Я просила жюри различные, где я участвовала, там, не знаю, новая волна и так далее, где я была, где мой голос учитывался как специалист и как эксперта. Я собрала охерененный кейс, который с первого раза одобрили здесь в Америке. Меня как extraordinary ability сразу же подали мне кейс EB1. И когда родился Лёва, буквально через там какие-то считанные месяцы, позвонил адвокат. Это я тоже помню, где я шла в этот момент, в чем я была одета. Это был Санта-Моника-променад. Я шла с коляской, мне звонит адвокат и говорит, Саша, ваш кейс одобрен, ждем грин-карту. Она скоро придет вам на почту. И я сажусь на парапет, прям вот на пол, на бордюр. Я говорю, сейчас, 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 я подышу, сейчас я подышу, и я сажусь. А сейчас опять я плакать начну. Может, это очень эмоциональный момент, это когда твоя жизнь меняется навсегда. И я сейчас, наверное, у меня глаза мокнуты от того, что я понимаю, что я это все провернула сама. В очень уязвимом положении. Беременная, одинокая, брошенка с прицепами. Да, я села, и вот в тот момент я прям видела, знаешь, как вот в каком-то кино, как вот твои рельсы стоят вот так. И вот знаешь, когда рельсы меняют дорожки, у меня так со скрипом твоя жизнь меняется и переходит товарняк твой огромный с прицепами, с этими на абсолютно новые путь, на рельсы, и я поехала дальше, все, и только это было не с чувством, что муж привез, или там кто-то помог я сама это себе сделала, хейтеры, конечно потом говорили, да это все муж ей сделал на секундочку, это муж потом мой бывший, прицепом потому что мы на тот момент не были разведены официально и когда я получила грин карту, он просто автоматом, как член моей семьи получил грин карту, понимаешь, да то есть до сих пор у него есть, и сейчас у него есть жена он уже счастлива женат, я счастлива замужем и он своей жене за счет меня сейчас будет делать грин карту, то есть по факту все наоборот с точностью, но меня это абсолютно не цепляет я рада помочь людям, я рада, что у него есть такая возможность, благодаря моим тогдашним усилиям и страданиям к чему я это все говорю, на всю эту грин карту я зарабатывала денег тебе, себе сама, потому что иммиграционный адвокат а тем более такой звездный адвокат, как мой стоит очень много денег и помимо того, что мне нужно было обеспечивать рента, квартиры а мы живем в хорошем районе Марин Дел Рей около океана, в новом жилом комплексе на тот момент мы жили, няня без которой я бы не справилась, потому что я и работала и занималась с детьми, надо было возить их и там готовить кушать, у меня была няня и плюс нужно было заработать на эту грин карту и я все это делала сама хорошо, расскажи тогда, как вот эта девушка с двумя-тремя детьми, приехавшая вот с нуля, дошла до того момента, который есть сейчас то есть в какой момент произошел тот самый взлет, когда ты стала такой успешной бизнес-вумен и популярной просто, мне кажется у всего русскоязычного сообщества мира когда я летела в Америку вот этим самым рейсом СУ-106 я понятия не имела чем я буду здесь заниматься и как я буду здесь зарабатывать деньги вообще не знала, потому что вся моя деятельность в России сводилась к тому, что я ездила как певица или как на тот момент я поменяла немножечко русло своей деятельности в сторону диджей-сингер это было модное направление как ты и вроде диджей, играешь музыку и потом поешь какие-то свои треки замиксовывая их в этот свой диджей-сет это было очень популярное направление потому что, во-первых, была волна популярности 90-х снова такая вторая то есть у нас были параллельно олимпийские дискотека 90-х вот эти все дискач 90-х и параллельно были мои вот эти вот диджей-сеты этим я зарабатывала и я понимала, что приехав сюда ну как бы здесь это не слушают ну как бы здесь есть определенная русская комьюнити комьюнити, но это не то количество людей которые проживают в России то есть вся моя гастрольная деятельность сводилась к нулю еще на тот момент, когда я уезжала с России у меня постепенно, как-то само собой с возникновением инстаграма появился мой личный магазинчик одежды где я сначала закупала одежду в Корее и на себе, потому что эти вот луки когда только-только 2011 год инстаграм только появляется я первый, одной из первых в России его, я имею ввиду из известных людей его регистрирую себе и начинаю просто выкладывать прикольные луки я заказывала классную корейскую одежду и фоткала себя и людям это нравилось люди говорили о, где взять такое платье где взять такой свитшот и я начала это заказывать потом я поняла, что качество в Корейском мне не очень нравится я начала отшивать сама эту одежду и пошло-поехало у меня образовался магазин одежды стильный и вот на тот момент, когда я переезжала еще у меня был магазин одежды но который был там, не здесь приехав сюда, что я начала делать? какое-то время я даже была байером то есть я приехала сюда у меня очень хороший вкус хорошая насмотренность я составляла классные крутые луки с одеждами из американских магазинов там юбки, всякие свитера там целые луки составляла и реально люди заказывали я собирала эти луки упаковывала в коробки и отправляла в Россию такие как бы, ну как байер но я поняла, что быстро что это как бы, ну немножко не моя какая-то, моя сфера деятельности я собралась пока дети пошли в школу я отвела их всех в паблик скул здесь и пока они в паблик скул я их вот там к 8 утра привожу туда и с 8 поехала в Даунтаун Л.А. вот туда прям, где бомжи с палатками вот это все страшное иду по этим всем мексиканским закуткам искать ткани я нашла хорошие магазины тканей я пропадала в них часами и вот сейчас, представляешь, это был 2014 год сегодня 2023 почти 10 лет я прихожу до сих пор в эти магазины меня все знают там по имени потому что эти магазины наблюдали всю мою историю сначала приходила симпатичная такая русская женщина, мигрантка которая очень ни бельмеса, ни гугу по-английски там вот так с ними обращалась ярды какие-то там, инчи для меня же метры, сантиметры нормально а там мне нужно было все перемерять все перекалькулировать конвертировать и потом они видели меня с растущим животом но одну папы никакого никогда со мной не было но они же не могут мне напрямую задать вопрос а что происходит потом они видели меня приходящие с малышом и там с одним количеством детей потом начала приходить с мужчинам, с мужем который сейчас у меня еще один живот то есть они всю мою жизнь меня наблюдают на разных этапах моей жизни они из-за меня правда очень там все почему-то счастливы они такие one more baby congratulations вот я начала заниматься одеждой я начала отшивать какие-то платьички и буквально вот я их нашла кто будет отшивать мы их отшивали и я сама лично развозила по Лос-Анджелесу ездила на почту отправлять какие-то по Америке и по ЛА я развозила лично женщину они офигевали когда они открывали дверь а там Саша Зверева лично заносит на платье это были платья в основном для беременных вот эти беременные такие Саша ааа вот ну а что делать мне нужно было кормить детей как это произошло знаешь есть такая фраза повезет вот мне повезло но в этой фразе заключен очень глубинный сакральный смысл что такое повезет тебя взял кто-то и везет ангелы бог судьба ну как хотите да тебя берут и везут то есть когда ты доверяешь и говоришь я верю я знаю что ты меня не бросишь делаешь все что должно не сидишь в лажанке но не тревожишься постоянно что ля как мне заплатить а знаешь что мне повезет и деньги приходили рекламные контракты инстаграм развивался пришли закупщики рекламы пришли постоянные с тобой партнеры какие-то работать одежда твоя семинары пошли я начала давать семинары для будущих мам и в этот момент ко мне приходят продюсеры реальти-шоу реальти-шоу беременные и говорят Саша мы хотим снять вашу историю она потрясающая за вами сейчас следит вся Россия женщин за то как вы одна там с двумя детьми беременная переехали в новую страну и собираетесь рожать можно мы приедем снимем это и параллельно с вами будет еще две героини на тот момент это были это были Тутта Ларсен и Полина Деброва и вот я была героиней и вот собственно они приехали сняли и это сделало меня супер популярной реальти-шоу выстрела в России и ко мне пришел очень большой рост подписчиков и хороших и не очень и вот тогда и случилась история с плацентой кстати ну-ка ты знаешь если ты спросишь про меня у какого-нибудь незаинтересованного человека ну даже если какого-то такого который ко мне питает непризнь то я у него буду ассоциироваться с человеком который ну типа знаешь вот я ем свою плаценту я рожаю свою плаценту и съедаю ее у людей это закрепилось в мозгу хоть я тебе расскажу как на самом деле ну-ка давай смотри когда я рожала детей в России я свои плаценты просто как такие матушки как такие символы семейного древа она же даже похожа на плаценту если посмотреть сверху она похожа на древо древо жизни и мы просто закапывали плаценты моих детей в саду у моих родителей и сажали на них деревья есть яблоня с которой уже и плодоносит у макарки же стоит молжевелое дерево огромное высокое такое уже даже могучее я бы сказала когда я рожала детей здесь местная акушерка мне сказала ты знаешь да что там очень много полезных веществ огромное количество акушерка еще раз не абы какая как любят про меня врать некоторые это сертифицированная много имеющая много-много-много сертификации образования акушерка она знает что плацента это действительно очень насыщенная питательными веществами орган ну иначе бы его из него не делали дорогостоящих препаратов ну согласна да если бы это была какая-нибудь многие говорят что это грязный орган там ничего хорошего нет он задерживает себя все вредное что ребенку не попадает через ну как у мамы можно я маленькую ремарку такой ликбез для непросвещенных действительно плацента является барьером между мамой когда она съест какую-нибудь гадость да или подышит какой-то гадостью мы все равно подвержены каким-то токсину и ребенком она задерживает но таким же абсолютно органом барьером является например у нас печень и если бы это было правдой что все гадости токсины задерживаются в печени или в плаценте навсегда то мы бы просто умирали бы в возрасте я не знаю там трех лет наши тела наши органы вот эти фильтры барьеры они самоочищаются саморегенерируются они восстанавливаются они выбрасывают токсины выводят их через кровь через лимфу с потом с мочой как угодно то же самое с плацентой она не держит там вот эти грязные вещества постоянно она очищается но в момент родов она задерживает в себе собирает в себе потому что роды и выход плаценты они рядом они вот только произошли она накапливает в себе огромный вот этот гормон гормональный коктейль который производит женщина мы же действительно продуцируем несметное количество гормонов когда мы рожаем нашего ребенка и вот эти все гормоны вот эта вся поповинная кровь стволовая которая задерживается в этой плаценте это все остается огромные дозы окситоцина гормона любви привязанности вот этого оргазмов это же все гормон окситоцина за это все отвечает и также вечной женской молодости ее хорошего настроения вот это все остается в плаценте и это мне все рассказала кушерка и я говорю классно хорошая плацента так что же с ней делать я просто обычно ее закапывала в России. Она говорит, ты можешь ее съесть? Я такая, ааа, как? Я не ем мясо. Ну, я правда в этот момент не ела мясо. Она говорит, смотри, можно сделать как кардашьяны. Кардашьянцы, они вообще пожарили свою плаценту и съели. Но я не могу себе это, если честно, представить. Я думаю, что у наших зрителей у многих сейчас тоже подступила. Вот здесь у меня тоже подступает, честно тебе признаюсь. Она говорит, можно сделать смузи. То есть ты берешь большое количество фруктов, ягод, бананов, не знаю, мороженого. И вот такой кусочек плаценты, типа, будет достаточно туда перемолоть. Ты, говорит, его даже не почувствуешь. И, типа, ты выпиваешь вот это огромное количество окситоцина, избавит тебя от послеродовой депрессии. Поможет матке быстрее сократиться, чтобы у тебя было много сил и энергии. Или, говорит, можно закапсулировать. То есть ты отдаешь специально обученному человеку. Он кладет эту твой плаценту в дегидратор. Потом он становится порошком перемалывается, и тот порошочек закрывается в капсулы. Ты же, когда ешь капсулы с нутрицептиком, ты же не знаешь, что там. Ты просто проглотил ее, запил водой, то же самое. Ты проглотил капсулу, и просто у тебя хорошее настроение, у тебя много сил, у тебя нет этой разбитости и депрессивного состояния после родов, как у многих женщин. Действительно бывает, что она уставшая, она обескровленная такая, знаешь, чувствует, как будто ее там трактором переехало. Это действительно факт. А когда ты принимаешь эти капсулы, у тебя как будто подъем. Так вот, я сделала себе эти капсулы. Она пыталась сделать мне это смузи, но я как бы не смогла его особо выпить. Вот у меня сработало. Ну не могу я. Поэтому я выбрала для себя капсулы. Что в этом такого? В Америке это выбирает подавляющее большинство женщин, которые рожают дома. Они делают себе капсулирование деплацент. И в роддомах тоже очень многие американки и европейки капсулируют свою плаценту. Потому что это твои клетки, тебе на благо. Но российская публика не смогла это принять. Причем я тебя уверяю, еще года это произошло, получается, 7 лет назад. Да, мы ему и Лёве сейчас 7. Еще года 3 это будет мейнстримом. Все звезды будут есть капсулы со своей плацентой. И все будут говорить, ты что, не ела свою плаценту? Да ты лошится. Вот клянусь тебе, это будет мейнстримом. Это будет просто модой, потому что все будут понимать, какой это кайф. Кстати, из этой плаценты, последней, например, северной, я сделала и капсулы, и эликсир настойку на спиртовую, которую я отложила на многие годы вперед, на период моего климакса, который помогут мне пережить его без синтетических гормонов. Женщина начинает эту замещающую гормональную терапию, и вместо этого можно использовать свою плаценту. Не жрать синтетические хрени, а есть настойку со своими клетками. Вот и все. Фантастика. Саша, скажи, пожалуйста, четверо детей, ты популярна, ты бизнес-вумен. Как вообще удается балансировать? Вот расскажи, чем ты здесь занимаешься в целом, и как получается совмещать столько много всего, чего ты делаешь, при этом прекрасно выглядеть, при этом быть здоровой, при этом улыбаться, быть в прекрасном настроении. Просто вот поделись своими секретами, расскажи немножко о себе. Как я уже сказала, реалити-шоу «Беременные», оно громыхнуло очень хорошо, и было даже такой момент, когда в Лос-Анджелесе я шла по улице, и с другой стороны улицы мне кричали «Саша, мы вас любим! Мы смотрели реалити-шоу и плакали вместе с вами!» Потому что реалити-шоу получилось, на самом деле, очень эмоциональным. Они сняли мое рождение Левой, как я одна рожала, без мужчины, без поддержки этого ребеночка. И я говорю там такие фразы, как, например, там прям показывают, как лежит новорожденный Лёва, и я говорю, что я не могу поверить, глядя на этого прекрасного маленького мальчика, на это космическое существо, на это совершенство, что никому кроме меня в этом мире он не нужен. Его больше никто не любит так, как люблю его я. Это было так трудно осознавать, потому что, когда ты вместе с кем-то, вы разделяете, вы смотрите и течете любовь, из вас сочится эта любовь к этим деткам, а тут ты одна истекаешь этой любовью. И очень долгое время до того момента, как Дима приехал и принял этого сына, я не могла поверить, что только одной мне он нужен. Ну и по факту, да, он мне одной только и нужен, я его до сих пор тащу в основном на себе. А ты, кстати, поддерживаешь сейчас отношения, связь? Поддерживаю связь с Лёвиным папой, с папой Василисой Макарой я не поддерживаю связь по его инициативе, он не хочет. Папа Лёвы приезжает к нему, хотелось бы чаще, хотелось бы почаще, чтобы он баловал нас и финансовым вниманием, и физическим вниманием. Ну, знаешь, я уже на фоне папы Василиса и Макара, и на том спасибо Дима, что хотя бы этим одариваешь нас, поэтому всегда welcome ему к нам в гости, приезжай. Ну, конечно, основную ответственность и финансовую, и родительскую ответственность несем за всех детей, я и Дэн. И когда мои дети, их дети, тех русских пап попадают в трудные ситуации, в ситуации каких-то принятий решений, когда их нужно вывозить на отдыхе. Ты понимаешь, да, что в Америке отдых с детьми это пипец сколько стоит, да. У меня выезд на Гавайи обычно составляет 11 человек. Если там мои родители, няни, все мои дети, бойфренды моих детей, там моя дочка уже взрослая, это 11 человек, это дом с семью спальнями, всю эту финансовую ответственность на себе несет Дэн, ну и я там помогаю. Это много. И вот большое спасибо, что так произошло, что у меня появился этот мужчина, который взял на себя эту ответственность. Как это произошло? При всплеске этой популярности в реалити-шоу в России я поняла, что люди от меня запрашивают вот эту информацию, Саша, как ты справилась? Вот то, что ты меня спросила, как у тебя на все хватило энергии? И я тогда еще не было инфобиза, тогда не было этого бешеного всплеска вот этих экспертов, продюсеров, коучей, наставников, ничего этого не было. Я по факту была первооткрывателем, я поехала со своими семинарами с маленьким Левой шестимесячным в Россию и от Калининграда до Камчатки проехалась по всем городам, где я встречалась с женщинами, каждую обнимала, с каждой общалась и передавала, собирала полные залы. Сначала в Москве это был маленький йога-студия, в которую набилось что-то там около ста человек. Потом мы поняли, что 100 человек мы не вмещаем, сняли холл Даниловский на 800 человек, поняли, что не вмещается 800 человек. Потом это был Крокус Сити Холл, в котором пришло 5000 женщин, которые три часа стояли в очереди, чтобы сфотографироваться со мной, и я не ушла, хоть я падала в обморок от усталости, я не ушла, пока я не сфотографировалась с каждой, пока я не обняла каждую девушку, даже пришедшую на инвалидной коляске. Мне было на тот момент 36, 37, 38 лет, и это был тот момент, когда я встретила Дэна. Очень многие женщины делают ошибку, ища своего мужчину в состоянии «Господи, ну приди ко мне и спаси меня». Потому что это, знаешь, такой тухлый ищущий взгляд, такой умирающей рыбы. Я вижу его в кафе, в барах, в ресторанах, куда приходят эти накачанными губами, там с длинными волосами на каблах, вот на таких женщинах, и с таким взглядом, типа, ну кто меня спасет, а я вам прекрасно все сделаю, хорошо. Вообще не в таком состоянии. Нужно мужчину классного, настоящего, который будет живой, который будет действительно участвовать в твоей жизни по полной, привлекать в своей жизни тем, когда тебе по кайфу от себя самой. И вот я была на тот момент максимально успешна в деньгах, у меня очень хорошо все шло финансово, мои семинары, у меня была своя собственная линейка косметики, линейка одежды, хорошо блог развит, реклама, партнеры, очень много было партнеров, очень много было спонсоров, именно вот товарных. Ну, прям очень хорошо. И я даже, как встретила Дэна, я долго зарабатывала больше, чем он. Вот сейчас он уже вырос, и он сейчас уже зарабатывает, ну, наравне со мной, но скоро будет больше. Я, кстати, очень рада этому. Вот, и он меня встретился в том моменте, когда я просто как сырок в масле каталась под этим калифорнийским солнышком, и просто как сама, как солнышко раздавала эти лучи во все стороны, у меня было большое количество ухажеров, поклонников, денег, свободного времени, потому что у меня была возможность снять нянь себе, у меня была классная красивая машина, я путешествовала сюда, путешествовала туда, мне очень нравится кататься по Калифорнии, особенно на север Калифорнии, я обожаю туда ездить, в разные местечки красивые, там вот эти все биксюры, кормили и так далее, и Дэн просто повстречался и разделил вот эту всю мою любовь к путешествиям, вкусная еда, эстетическое наслаждение от красивых пейзажей, красиво сервированной еды, от красивых людей и от красивого общения. Как вот этот сам момент произошел, где вы встретились? Где же искать всем тем, кто на каблуках в неправильном месте ходит? Да, я накануне встречи с Дэном пообщалась, у меня было два психолога на тот момент, один психолог, мужчина, он мне говорил, Саш, а он немножко такой магический психолог, и он мне говорил, Саш, очень близко, вот прям он уже ходит, вы с ним реально попами третесь, он уже, и знаешь, мне эти слова так придавали уверенности, что, блин, оказывается, мы уже прям соприкасаемся где-то в городе, и самое удивительное, когда мы уже познакомились, мы сопоставили факты, мы действительно встречались на одних ивентах, сидели за одним столом и ели, практически передавали друг другу тарелку с брокколи, ну просто не видели друг друга по той причине, что он тогда еще заканчивал какие-то отношения, а он настолько у меня порядочный, что если пока он не закончил официально те отношения, он других женщин просто не видит. А я была в каком-то таком, не знаю, в своем полете этой звездности, не знаю чего-то, ну не заметила, короче, какого-то там американца. А когда мы наконец познакомились, просто мне вот этот второй психолог сказала, Саш, тебе нужно больше выходить на общие встречи с успешными парами, то есть люди, которые уже хорошие, имеют хорошие отношения, они имеют очень классных вокруг себя еще друзей таких вот, которые тоже хотят завести серьезные отношения. Вот побольше тусуйся с такими. И буквально через день после этого мне вдруг пара, у которой хорошие отношения, говорит, Саш, а мы идем тут на фуд-эвент, ну про еду, какой-то фестиваль еды, и там будет мужчина, который, ну у которого свободный мужчина. Я такая подумала, в другой бы раз, я бы не пошла, потому что, во-первых, я на тот момент была не фанаткой фестиваля еды, думаю, ну что, обжираться, я стройная, мне не нужно много еды. Но у меня вот эти слова психолога, ходи с парами, которые успешны. И я такая, окей. Пойду. У меня закоротило в голове, я говорю, хорошо, я приду. И у Дэна не было тоже в этот день никакой мысли познакомиться с какой-то женщиной в его жизни. Но не знаю почему, я в этот день была такая красивая, какая-то прям на подъеме, мы сделали очень успешную съемку с косметикой, я была на каблуках таких высоченных, у меня был полностью тотал лук гучи, потому что у меня реально было в жизни настолько все классно, я вся была в гучах, но не чрезмерно, то есть не какая-то прям флеши. Знаешь, бывают русские, прям вот сильно гучи-гучи, а у меня такой сдержанный, черные штанишки, там курточка, ну короче муа. Прям такая конфетка, и я прихожу, и такой очень серьезный мужчина, очень высокий, очень серьезный, мало улыбается, а Дэн реально мало улыбается. Ну у него такой просто типаж, у меня многие все сразу говорят, Саша, он что всегда у тебя недоволен? Да-да-да. Да нет, просто у него такой типаж, он мало улыбается незнакомым людям, мне он улыбается, когда мы с ним наедине, с Севи он улыбается, но вам не будет улыбаться, потому что нефиг всем подряд улыбки раздавать. Слушай, он юрист, большой крупной юридической компании, ну просто он такой серьезный, собранный парень. И я думаю, а я восприняла его не улыбчивость по-другому, я подумала, наверное, он с кем-то расстался и страдает. А меня тут позвали, чтобы я его жилеткой была, наверное, такой сменой какой-то, я прям так, не буду я его утешать. Ну и такая, занялась своими делами. А потом в конце вечера я уже думаю, ну ладно, пойду я его найду и предложу ему выпить. Мы как-то разбрелись по этому фуд-эвенту. И потом я такая говорю, слушай, а пойдем коктейли там наливают какие-то вкусные. И тут он мной заинтересовался. И ты знаешь, он меня поразил тем, что он был настолько участлив, он рассказывал мне про еду, он был очень терпелив к моему английскому, потому что я заметила, что такие вот, ну типа модные фэнси парни здесь в Лэй, они любят сленг, у них вот это такой какой-то жаргон есть такой, ну Лэйский. Да, да, да. Чисто какие-то Лэйские шуточки. И когда я переспрашивала, ну что-то не понимала, ну реально, ты не можешь понять всего этого так схватить. Они такие, типа ну опять. Да, типа блин, надо тебе разжевывать все. Он очень дотошно мне все разжевывал. У меня познакомил, что такое уни. Уни это морской ежик, что они добываются в Санта-Барбаре. Он мне все это рассказывал. Я видела, как у него горят глаза, как он в чем-то заинтересован. А я потом, когда его спросила, говорю, Дэна, почему ты на меня запал? Потому что ты тоже рассказывала о жизни и о своем опыте с каким-то таким огнем, с таким как бы, говорит, от тебя веяло энергией. Я, если честно, не помню ни одного из твоих Гуччи. То есть на него эти все мои обвесы вообще никак не повлияли. У меня были красные губы. Я говорю, а красные губы ты не заметил? Он говорит, вообще не помню красные губы. Я говорю, а у меня веснушки были наклеены. Он говорит, ну вот веснушки заметил. Потому что у меня были такие блестки в виде веснушек наклеенной сюда. Говорит, веснушки, хорошо, я заметил, подумал, какая странненькая девушка. Но в основном, говорит, я заметила от тебя просто шквал, такой, как вот теплой волной, а меня обдавала твоей энергетикой. Как ты была вовлечена в жизнь, в тебе была энергия жизни, тебе было вкусно жить, тебе было интересно жить, и ты вот этим своим интересом жизни, как воронку засасывала желание прожить эту жизнь с тобой. Я, говорит, я понял, что я на тебе женюсь, ну, в первые полгода через три недели после нашей встречи вот этой легендарной на фуд-эвенте я звоню Дену и говорю, Ден, я еду на Burning Man. Это был мой первый Burning Man, и я пригласила Дена, Дена, офисного работника, который мало улыбается, который ходит в костюме на свою серьезную работу, общается с очень серьезными дядьками. Я говорю, я лечу на Burning Man, ты со мной? Он сказал, да. Все, все карты сошлись. Через два часа после этого он перезвонит мне, говорит, я купил билет себе, я купил нам билеты на самолет, а туда долететь не так просто, потому что там приземляется самолет прямо в пустыню, там нет взлетной полосы, там нужно какими-то кривыми вот этими линиями, и туда стоят очень дорого билеты. Я нашел нам билеты, я купил билеты, я заказываю RV, чтобы нам там, ну, где-то жить. Он взял на себя всю вот эту организационную часть, и для меня это был такой выдох, потому что когда ты привыкла на себе, в чем сложность одиночества женщины? Да, не так сложно заработать деньги, как потом правильно их потратить, потому что на тебе вплоть до ворачивания новой лампочки лежит все. Сломалась здесь, позвонить тут, подписать документы, понимаешь, вот это все, логистика, ее очень сложно делать одной, и одновременно дарить любовь детям, забота, смотреть за их правильным питанием, за собой ухаживать, это сложно, просто сделать все, ты как осьминог, многорукий, постоянно везде за все отвечаешь. И когда он взял на себя вот эту огромную часть ответственности организационной, я поняла, господи боже, да тут же можно выдохнуть, потому что вот такого нам надо, берем, берем. До сегодняшнего дня Дэн несет на себе всю организационную ответственность за нашу семью. Где учатся наши дети, как устроить их в эти школы, как заполнить эти все аппликейшены, это же огромная волокита, ты знаешь, как никто другой, сколько заполнить мне документы на гражданство, подачу паспорта, заполнить, купить всем билеты, логистика путешествий, в какой день мы живем, в каком отеле, все мелочи несет на себе Дэн. Вот эту всю логистику он до сих пор выполняет, за это ему огромная благодарность. Переживать финалу сказки И искушение испытать Моя любовь срывает маски И я готова продолжать Пусть яркий луч через окно Так, смотри, ты успела родить своих деток и в России, и уже здесь. Сделай такое, знаешь, небольшое сравнение, как тебе вот твой опыт первого материнства, материнства в России, родов в России, и здесь, в Америке, в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Где тебе больше нравится? Нет такого, что где больше нравится. И если честно, все роды, у меня было четверо родов, двое родов было в России, двое родов было в Лос-Анджелесе. Все роды были абсолютно разные, потому что я была на разных отрезках своей жизни и в разном возрасте. И то, что было со мной в 22 года, когда я рожала первую дочь Василису, которую сейчас 19 лет, и то, что со мной было в 39 лет, когда я рожала своего севушку, ну, конечно же, это два разных человека, это разные духовные уровни, это разный уровень осознания, что такое рождение новой жизни, что такое мама, которая приводит в этот мир нового человека. Поэтому акушерок, если сравнивать, ну, по помощи в роду вспоможении, нет разницы, нет. У меня были всегда прекрасные акушерки, очень душевные и в России, и замечательные, душевные здесь. Единственная разница, в России домашние роды до сих пор нелегальны. То есть ты рожаешь, как нелегал. Ужас. В Калифорнии ты рожаешь, и у тебя, знаешь, вот даже если ты понимаешь, что тебе за это ничего не будет в России, ну, ты как бы имеешь право принять решение и рожать дома, но, типа, принимать роды в России нелегально, не могут акушерки в России принимать роды, то в Калифорнии есть специальная сертифицированная такая сертификация для приема домашних родов. Конечно же, все мои акушерки имели и ни одну, и ни две вот таких сертификаций, они проходили все-все-все виды образования, но вот это внутреннее чувство, что, ага, здесь все правильно, здесь я на это имею право, и меня сопровождают люди, которые тоже на это имеют право. И что, если вдруг что-то пройдет не так, то мы спокойно с этими людьми, знаешь, как получается в России? Если в России в домашних родах что-то пошло не так, Ответственная ты, да? Не важно даже, не про ответственность, и вам придется переехать в госпиталь, в Росдородом, то, как правило, акушерка говорит, не говори, что я тебя сопровождала дома. То есть есть такая негласная договоренность, то здесь эти акушерки, которые тебя сопровождали, они с тобой просто официально едут в госпиталь и передают госпиталь всю информацию. Это может быть очень важным, потому что если та акушерка, которая была в России, не передаст вовремя информацию роддому, то это может сыграть не самую лучшую роль. А роженица в таком состоянии, когда у нее что-то идет не так, она уже не в состоянии сказать, что прошло не так, и на каком периоде у нее начались, какое там было отхождение вод, какие были воды, там много разных нюансов. То есть, ну как будет в Калифорнии, наверное, скажем так, больше стабильности и уверенности в том, что все правильно, все так. Ну смотри, получается, если ты делаешь домашние роды дома, то, соответственно, все анализы, которые берут в роддоме, их все берут из дома, то есть они приезжают с каким-то скопом или как это вообще происходит? Слушай, у меня на самом деле, я сейчас тебя удивлю, может быть, но беременность это вообще не про анализы. Я за всю беременность никаких анализов практически не сдаю. У меня один забор крови, ну хорошо, два. Один перед началом беременности, когда я готовлюсь к рождению ребенка, к зачатию ребенка, я сдаю тест-тест и смотрю баланс, чего хватает, чего не хватает, чтобы ребенок был здоровым. Это первый мой когда. И второй анализ крови я сдаю где-то в середине беременности, ну даже во второй части до 28 недели, чтобы посмотреть, ну что все в порядке с малышом. По факту больше-то и не надо. То есть мне вот лично с моим уровнем здоровья больше не надо. УЗИ я делаю один раз за всю беременность, где-то на 20-22 неделе. Лазить туда к ребенку зачем? Чего его там тревожить, тормошить? Все в порядке, мы замеряем на 20-22 неделе, что все, никаких патологий нет и дальше двигаемся. То есть да, в домашних родах тебя ведет домашняя кушерка, ты приходишь к ней на осмотр, в ее место, где она принимает либо это маленькая такая домашнего семейного типа клиника, либо это у нее даже дома. Во времена ковида вообще все врачи, все вот эти люди принимали у себя дома. И она тебе, у нее все есть, она тебе меряет давление, делает нужные там какие-то, если нужно, какой-то мазок, тест там, не знаю, если нужно, я у нее дома сдавала кровь. То есть она же тебе у дома, у себя на кушетке специально берет анализ крови и отсылает эту пробирочку в лабораторию. То есть в Америке можно так, это тоже легальный способ. Тут же очень многие приезжают на Адам сдавать кровь тоже. Просто приезжает в лабораторию, берет и увозит обратно в лап. Я просто вспоминая, когда у меня дети вот только родились, во-первых, мы же там лежим по пять дней в роддоме в Беларуси. И вот за это время, то есть там каждый практически день там кровь из пятки, кровь из пальца, кровь из вены, там вот это вот все. А теперь представь, дома ты ничего этого не делаешь, и они все выживают. И они все здоровы и счастливы. Представляешь, этого всего можно не делать, и все здоровы. То есть в моем понимании это все можно, нужно делать, если есть к этому какие-то показания, когда ребенок родился, что-то с ним не так, когда есть какое-то подозрение, когда ребенок здоровый, оставьте его в покое, дайте ему сисю и маму, и папу рядом. Знаешь, идеальный какой момент, как родиться ребенку. Ребенку идеально родиться. Опять же, я не хочу топить с домашней роды, пожалуйста, не вырезайте это. Оставьте это, потому что меня очень многие обвиняют незаконно. Вот я, кстати, и хотела спросить, потому что я недавно совсем в твоих сторис видела, что в интервью с Ксенией Собчак тебя прям обвиняли в том, что ты вот именно за эти домашние роды, ну ты людей прям толкаешь на них просто ногами. Это ложь. Это стопроцентная ложь. Человек лгал, об этом намеренно, который это говорил. Она не могла не видеть мое первое, самое закрепленное в моем инстаграме. У меня есть инстаграм, и есть такая функция закрепить. И самое первое закрепленное видео, это видео моих домашних родов. Ни в одном предложении в описании к этому видео нет ни слова о том, что как классно рожать дома, девчонки, присоединяйтесь, это самый верный способ родить дома. Никогда такого я не говорила. Я всегда говорила, что я к этому готовлюсь настолько тщательно, 9 месяцев колоссальнейшей подготовки, ментальной, физической, эмоциональной. К этому должен быть готов папа, к этому должны быть готовы домашние твои, к этому должны быть готовы персонал, который тебя будет сопровождать. В этом видео видно, что у меня на родах присутствует три высококвалифицированных специалиста. Это акушерки, которые в стерильных перчатках, в масках, в шапочках встречают моих детей. В моем чистом, прекрасном доме, который гораздо чище, чем любая госпитальная палата. Вышка, блин, вы, там мой микробиом. Есть такое понятие микробиома. Ребенок, когда вернется из роддома, он придет в микробион его дома. Он придет туда через день, через два после выписки, какая разница. Или он приходит сразу и заселяется его стерильная кожица сразу микробиомом мамы и папы. Я поэтому и говорю, что идеальное рождение для дитя. Вот он вышел из мамы, лечь на мамин животик, заселиться флорой с ее животика, приложиться к груди, как бы, знаешь, по трубам, по кишечнику пустить, какие-то молозива. Skin to skin. мамина сердце, он лежит у нее, слушает то, что он слушал 9 месяцев, находясь внутри у мамочки. Мамин запах, мамин голос, мама воркует, плачет от счастья. И тут же папа снимает с себя футболку и вот этой вот рубахой накрывает, тоже заселяя флору ребенка, сверху. В больнице как там же, берут эти пеленки и начинают растирать дитя, снимая с него вот эту прекрасную смазку, в которую он выходит, беленькую. Зачем снимать эту смазку? Это природа же придумала эту смазку для того, чтобы ребенка была, это такой иммунный барьер, чтобы ему защищаться от всего этого мира адских бактерий и микроорганизмов, которые начинают садиться на него со всех сторон, как только он, здравствуйте, в этот мир. Вот. Поэтому я выбираю домашние роды. Так получилось, так повелось. Для меня это выбор был 20 лет назад. Я его выбрала. И с тех пор я не хочу уменьшить, что мне дома хорошо, мне комфортно, я чувствую себя в безопасности. Если когда-нибудь Боженька одарит меня там пятым ребенком, и я вдруг по какой-то причине почувствую, что дома рожать небезопасно, что что-то может произойти, если я буду видеть по анализам, по УЗИ, что что-то может пойти не так или что-то будет угрожать, я никогда не буду вредить себе и ребенку. Конечно, я поеду. Но мне, Бог послал здоровую, меня, здоровых детей, которых удается родить дома. Поэтому это мой выбор. Но я его ни в коем случае никому не навязываю. Женщины должны рожать так, как чувствуют они, как они знают. Вот для тебя лучше роды в госпитале, правильно? Ты знаешь, на тот момент, когда я тоже рожала очень молодая, и вот я сейчас в каком-то немножко, наверное, тоже другом духовном состоянии, возможно, я бы сейчас по-другому поступила, я не знаю пока, может, еще узнаем. Но на тот момент, когда я себя чувствовала, знаешь, такой ничего не знающий, и мне вот именно хотелось, чтобы хотя бы кто-то мне сказал, типа, так, все хорошо, там все идет как надо. Чтобы кто-то взял ответственность на себя, чтобы ты ничем не рисковала, и вот отдать эту ответственность руки вроде бы знающих все врачей. Да. Помимо линейки своей косметики и одежды, своей деятельностью Саша создала целую империю умных мам, тем самым повернув систему родовспоможения в России. В ведущих роддомах она рассказывала о естественных родах, что послужило толчком для появления палат домашних родов по всей России. Сейчас Саша записывает собственные треки, альбомы. В прошлом году вышел альбом «Мантр». Также регулярно под ее организацией проводятся женские круги и встречи, цель которых освобождение от эмоциональных и внутренних блоков и зажимов, раскрепощение женской энергии и силы. Я хочу тебе задать еще один очень важный вопрос. Меня, если честно, как твоего подписчика, как твоего зрителя... Макар, подожди! Не стучитесь, пожалуйста, я скоро закончу. Смотри, я хочу задать тебе один вопрос, который меня, как твоего подписчика... Макар, я попросила, пожалуйста, мне нужно 5-10 минут, чтобы завершить. У меня, как твоего подписчика, есть один очень важный вопрос, который у нас всех... Так я не готова больше продолжать в таком духе. Саша, у меня к тебе еще один такой вопрос, который меня, как твоего подписчика, фаната и вообще в целом человека, которому очень нравится следить за твоей жизнью, интересует такой вопрос. Ты человек, который просто вот в раннем возрасте у тебя была просто огромная слава. То есть вашу группу знали, тебя узнавали там на улице, ваши песни пел просто, мне кажется, полмира пела ваши песни. Ну, вся Россия, скажем так. Да. А, с Россией и СНГ. Да. И был ли у тебя какой-то момент, вот знаешь, прям такой звездной болезни, что ты прям зазналась и хотела, считала, что кто-то ниже, ты выше, потому что ты такая звезда? Ты знаешь, вот сейчас с высоты моего возраста и к тому, что я мама, и мама сейчас как раз-таки детей-подростков, моей дочке сейчас 19 лет. И я, на меня это популярность обрушилась в 18. И глядя на мою дочь, у меня холодеет внутри все от того, от понимания того, что я же прошла медные трубы, то есть популярность, в таком трогательном, уязвимом, юном, нежном возрасте, как я не слетела с катушек. То есть, немножко я, конечно, слетела. Но, глядя на американских звезд, таких как Джастин Бибер, на кого свалилась популярность тоже в очень юном возрасте, там, Бритни Спирс, Селена Гомес, посмотри на них. Это люди, которых уже, скорее всего, ментально не вернуть. Как я прожила это все и осталась, ну, более-менее, ну, я, конечно, эмоциональный человек, я очень, ну, как бы все творческие люди эмоциональны, но я осталась в себе, я осталась в материнстве, ну, то есть, я, я как сейн, по-русски, в адеквате. Да. Не знаю, благодаря чему, наверное, благодаря тому, что я нашла в какой-то момент опору в детях. Но был момент, когда мне казалось, что я на вершине горы и весь мир вот где-то там. Я помню этот момент, мне было как раз-таки 18 лет, это была песня года, я стою в Кремле на таких платформах, у меня здесь продюсеры, здесь у меня гримеры, здесь передо мной стоит там Борис Моисеев, Алла Пугачева, за мной стоит, выступает, не знаю, там Александр Буйнов и еще кто-то, кто-то, кто-то. И я стою и такая, знаю, что нам после этой песни года нужно улетать на гастроли. И там начинается задержка, знаешь, закулисная задержка, когда кто-то там дольше задержался на сцене, и там, так, группа демо, сдвигаем на 15 минут. И я такая, так, дайте, пожалуйста, выступить гастролирующим артистам, а то мы на самолет опоздаем. Но тем самым подчеркивая, что как бы это вам тут всем времени до хрена, а нам работать, выступать надо ехать. У нас гастроли, между прочим, мы востребованные. Ну и подтекст такой, ну все, что ты хочешь, 18-летняя девчонка, ну как бы, ну слови вот такую свадьбу. И, наверное, это был мой такой самый высший момент, ну как бы, такого задранного носа. Меня очень быстро осадили мои продюсеры, они меня научили этикету и типа спустили с небес на землю. Еще момент такой был, я почему-то его очень запомнила. Ко мне очень много подходило людей фотографироваться, мы много ездили в вокзалы, поезда, аэропорты. И ты просто физически не успевал везде хорошо выглядеть. У нас были гастроли реально 30 дней в месяц. То есть каждый день я где-то выступала. А страна у нас, извините, огромная. То есть я заезжала домой, залетала между вокзалом и аэропортом, быстро кидала в машинку в стиральную вещи одни, свежие брала, закидывала в чемодан и убегала опять. И я не всегда выглядела идеально. То есть у меня могли где-то быть там прибитая макушка, несмытый макияж, какой-нибудь там черная осыпавшаяся тушь. И ко мне люди подходя фоткаться, мои продюсеры мне сказали, Саша, ты звезда. И звезда должна выглядеть безупречно всегда. Не важно где, устала ты, не устала. И вот с тех пор я поняла, что окей, я звезда, и я должна выглядеть прекрасно всегда. И я не знаю, как это на мне запечаталось. Вот теперь, даже когда я в инстаграме общаюсь с любым моим последователем, почитателем, интервьюером, я всегда держу марку. Я всегда должна выглядеть с иголочки, я всегда контролирую мимику, чтобы у меня не было какой-нибудь страшной мимики. Я всегда себя контролирую. И он мне тогда привел в пример от пятых мошенников. Говорит, посмотри, а мы тогда ехали с ними в одном вагоне, как выглядят парни. Они такие яркие, у них эти красные волосы, какие-то там сережки здесь. И я посмотрела, и к ним подходят фоткаться проводницы. Я думаю, ну да, теперь посмотри на себя. А я такая в шортиках стою, такая затекшая, какая-то, уставшая. И с тех пор я всегда была при параде, при макияже, с хорошей прической, с хорошими ногтями. Вот. Вот тоже такой момент почему-то моей звездной жизни запомнился мне. Саша, скажи три своих главных жизненных принципа, которые позволяют тебе действительно выглядеть просто потрясающе. То есть, что я за тобой смотрю в Инстаграм, и это просто невероятная картинка. И знаешь, может быть, показаться, типа, ну там, фильтрик наложила, там что-то еще. Но я просто вижу это вживую, и ты действительно выглядишь очень красиво. То есть, вот твоя красивая кожа, как ты, ну, светишься хорошо, допустим, это заслуга Дэна, но во всем остальном, как у тебя получается? Какие твои основные принципы? Во-первых, хочу тебя поблагодарить за приятный комплимент. Мне очень приятно, особенно от женщины, это слышать, потому что женщины, они, как правило, очень критичны друг к другу. И взаимно хочу обратно отправить комплимент, потому что это у тебя тоже очень красиво. И, если честно, здесь даже лучше, чем... В интернете? Да, в интернете тебя немножко больше, как будто бы, а ты так гораздо более стройно смотришься в жизни. Это первое по поводу трех главных принципов. Самое главное, женщина всегда выглядит юной и красивой, если она в хорошей форме. Так, стройность, чтобы у тебя была такая девичья фигура, стройненькая, тоненькая талия, хорошая аппетитная попка, подкачанное, подтянутое тело. И я этому уделяю много времени. Я не всегда любила спорт, но где-то в районе 36 лет я его полюбила, и вот с тех пор я понимаю, что прямо он очень меня молодит. Это первое. Второе. Наверное, когда ты всегда находишься во внутренней легкости, а это дает тебе питание. Потому что мы то, что мы едим. И убивает нас то, что мы тоже едим. Как только я перешла на сторону света, скажем так, на сторону правильного питания, подходящего лично мне, я поняла, что я могу проснуться в любое время дня или ночи. Или быть уставшей какой-то. Но от меня всегда будет приятно пахнуть, потому что я не ем лишнего, не позволяю себе какую-то грязную еду. Потому что именно грязная еда дает токсины, зашлакованность, и тело человека, дыхание начинает пахнуть неприятно. Я всегда хорошо пахну, я всегда свежо выгляжу. У меня никогда не бывает серого цвета лица, у меня никогда не бывает сильной отечности, у меня не бывает сильного целлюлита, потому что вода не задерживается в организме, ибо я не ем дрянь, я не ем шлак. Я ем очень чисто, продуманно. Это было не сразу, не одним днем. Я это в течение многих лет корректировала, корректировала, и сейчас продолжаю корректировать, то есть у меня меняется мое питание. То есть второй это питание. Хорошо, что, например, ты никогда не съешь? Вот два-три примера. Кока-колу сто процентов никогда не выпьет. Знаешь, я когда смотрю, как люди ее пьют, у меня внутри такое сжатие идет. Мне кажется, что у них сейчас там дырка проржется в желудке и польется прям наружу. Это Кока-кола. Я прям сижу и жду, когда эта дыра образуется. Какую-нибудь Кока-колу ни за что не выпью. Ну, гамбургер какой-нибудь из вот... Макдональдса. Ну, Макдональдса. Любой гамбургер, когда продается вот в этих вот американских, да, я даже понюхать его не смогу. Сладости какую-нибудь. Ну, ладно, это мы опустим. С этим я еще работаю. Хорошо. Но, опять же, сладости я не ем те, в которых содержится рафинированный сахар. Вот рафинированный сахар нет. Боже мой, как ты выдержала сегодня мою булочку на завтрак. Ну, я тоже там печеньку съела. Просто моя печенька была такого размера, а то у меня булочка была вот такого размера. Так. Третий твой принцип, да. Ну, давай уйдем все-таки в духовность, потому что духовность все равно, как ни крути, накладывает отпечаток на твоем внешнем виде. Ты знаешь, я какой-то истероидный оптимист. Так. Вот это моя воля и желание во всем, даже в самом говнишке, видеть хорошее, она во мне просто неиссякаема. я постоянно во всех ситуациях буду искать, за что мне эту ситуацию поблагодарить. Так. Вот мне будут какать в глаза и размазывать по лицу, а я буду говорить, ой, благослови тебя, Господь, ой, спасибо тебе, дорогой мой, какой хороший урок мне припадет. Я буду по-любому во всем видеть позитивные стороны для своей жизни, во всем видеть точку роста. Вот. И благодаря этому, знаешь, когда человек полон благодарности каждому дню, трудному, легкому, счастливому, некрасивому, любому дню, мне кажется, это все, вот эта благодарность, она как за тот самый свет. Вот, наверное, за все. За мужа, за детей, за то, где я есть, за то, где меня нету, за все. За мой дом, который я еще не купила, за мою машину, которую я свою люблю, за океан, который у меня там за окошком плечется, за каналы Венеции, которые у меня за окном каждый день, за дерево цветущее, за пчелок, которые жужжат, за все благодарю, людей, которые смотрят и думают хорошо про меня сейчас. И даже тех, кто сейчас смотрит и бесится, глядя на меня, я тоже всех вас благодарю. Саша, просто спасибо тебе огромное. Во-первых, за то, что, если честно, когда вот я тебе впервые написала, когда я шла на твое мероприятие и предложила встретиться, ну, у меня не было такого варианта в голове, когда вот все повернется так. То есть ты согласилась, мы встретились, мы поддержим с тобой связь. Это настолько приятно, когда человек вот твоей величины позволяет себе вот такое простое душевное общение. То есть совершенно не чувствуется какого-то, вот знаешь, такого звездного барьера, вот чтобы ты там смотрела свысока или как-то еще. Это просто так приятно понимать, что даже где-то там действительно есть настоящие вот такие душевные люди. Хочу тебе сказать огромное спасибо за это интервью, потому что вот я не всех, например, деталей твоей истории знала, и сейчас мне было тоже очень приятно. Я надеюсь, что вот твоя история о том, как, если человек хочет, он добьется. Независимо от того, сколько у него денег, какой у него прицепчик за спиной или что-то еще, это просто невероятно. Ты знаешь, что даже не то, что вот история успеха, это история, которая просто вот вдохновляет делать. Не ныть, не сидеть, не думать, у кого-то получилось, а у меня нет. Просто вот верить, что получится, что повезет. Повезет. Делать. Доверять. Давать. Это в руки кого-то высшего делать все, что должно, но доверять. И действительно, знаешь, сегодня в течение интервью я ловила себя на том, что, наверное, смотрящие нас люди будут думать, какая-то она вот несерьезная, все-то у нее там эмоционально, она такая вся, она позитивная каком-то таком. Но мне кажется, что это просто какая-то моя внутренняя защита. Ведь тяжести за всей этой историей до хрена. Хоть отбавляй, сколько там боли, сколько там, но я не хочу это вываливать вперед. Я не хочу фокусироваться на трудном, на плохом. И вот эта вот моя легкость, эмоциональность, вот эта фокусировка на деталях, на красоте, она является моей защитой. И я надеюсь, что люди сегодня, которые смотрели это, переняли вот эту тактику, видеть и фокусироваться только на хорошем, тогда тебя точно провезет. Вот тебя провезет над всеми неудачами, кочками, знаешь, как вот так вот, как перышко. Ребята, я надеюсь, что вам было интересно, что вы узнали много нового, что вы зарядились просто нашей энергией. Подписывайтесь обязательно на инстаграм Саши, на мой, следите за тем, как живется в Америке, как можно видеть во всем хорошее, как интересно может проходить жизнь, если вы на нее позитивно настроены. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok У тебя есть я...